Замок Несвиш. Замок, который принадлежал польским магнатам Радзивиллам. Сейчас здесь находится музей, где можно узнать и увидеть, как эти магнаты жили. А это кабинет, объединенный со спальней, в которой работали и отдыхали Радзивиллы. Большой каминный зал семейства Радзивиллов. Здесь устраивали большие приемы, пьянки-гулянки, праздновали Рождество. Кстати, сегодня католическое Рождество. Всех причастных поздравляю. Это малая столовая зала, где Радзивиллы обедали с семьей. Семья, судя по всему, была большая. Ели из мейнского фарфора, который был расписан в ручную золоту. Ну, Радзивилла себе, могли такое позволить. И вот в такой красоте они существовали. Я не знаю, были ли портреты предков на стенах, но вот из той двери ровы носили еще не успевшую остыть еду. По соседству с малой столовой находится комната отдыха. Хорошо поев, они отдыхали. А вот там, если посмотреть за окнами, находите террасы, которая выходила в Comedy House. Практически настоящий театр, пьеса для которого писала супруга. Рыбоньки раздевила. Ну, можно сказать, рыбонька-рыбоньки. Какой замок без оружия? В подземелье хранилось оружие для защиты замка. Сейчас здесь музейный замок. Вот это, например, гаковница. Такое ручное огнестрельное оружие. И изготовлено в самом литейном заводе, опять же, тех же самых подземельцев. Смотрите на этого красавца. У него на талии слудский пояс. По сути, это Bentley, Mercedes, Infinity в одном флаконе. Этот пояс стоил каких-то огромных денег. И не только за счет того, что на нем было много золота. Очень сложная техника изготовления. В год могли изготовить всего лишь 8 таких поясов. Поэтому они стоили немерено. И если человек, мужчина, менял эти пояса, это говорило о том, что он сказочно богат. Так вот, Радзивиллы не просто меняли эти пояса, они их коллекционировали. Часовня семейства Радзивиллов. Но, к сожалению, мало что осталось от аутентичных вещей. Потому что здесь был санаторий. Проводили всякие разные процедуры. Но говорят, что вот салатарь принадлежал Радзивиллов. Но это женская половина. Но вы посмотрите, с каким вкусом, с каким изяществом жили женщины семейства Радзивиллов. Радзивиллов. Посмотрите. Ах! Три на серебром семейства Радзивиллов. Надо сказать, что культура серебрировки была просто на самой-самой высокой высоте. Посмотрите. Вот эта лопаточка для сбора хлебных крошек. А вот этот маленький-маленький подносик для пробок. Вы не поверите. Это все вот такие странные, непонятные механизмы. Это все механизмы для театральной сцены. Помните, я рассказывала про то, что был театр у семейства Радзивиллов. Серьезный театр. И оказалось, что очень высокотехнологичный. А сейчас экскурсовод нам расскажет, у нас классный экскурсовод, как все эти механизмы приводились в действие. Разные цвета, обтягивались разными тканями, выводились движения. Сладывалось впечатление, что в этой камень не успеет идти на водной власти. Какие-то другие персонажи водной стихии. А если вы представите, что все 10 волн скрутили в разные стороны, с разной скоростью, вы поймете, море волнуется, его штормит. Из морской пыщины могло выскочить морское чудовище, облить всех водой. И тогда говорили, что зрители франциски ушули, выходили из театра. Ну, немножко не побоюсь, но, наверное, тогда, когда появился комедихаус Франциски ушули, то есть уже в 18-м столетии, когда нет, я напоминаю, ни интернета, ни электричества, ни телевидения, ни радио, но вот такие фонарики, они уже были, развлекали семью, развлекали гостей, но особенно, наверное, детишек. Если присмотреться к нижнему ярусу, вы увидите летающих птичек. В центре верхнего яруса танцует Орлитин с фонариками. В этом плане пошли распады другого. В нем не соединяется, когда корыльцы и милицы, в этом зоне. Рано или поздно начинает идти нож. Внутри корова металлические пластиночки, по которым сверху вниз когда-то пересыпался холодный горох, песок или мелкий камень. Я открою вам небольшой секрет, сегодня я так бесит. Ну а теперь представьте, а с простами за курицами спрятался паника-канку с близнецом Янушем. И прыгает на разы реалически водичкой. Я думаю, вы поймете, что в сегодняшнее 5D можно было сходить летом 250 км назад. Ну а мы с вами с миром женских увлечений немного разобрались. Пригнашаю вас в мир мужских увлечений. В мир работы, в мир бельяков. Ну а это мир мужских развлечений, как нам обещали. в виду печали, как нам попало по старатам. Жутенская фирма Руктур подсказала нам противопричину. Много остатся здесь, что-то неудрилось его разобрать. Получить летом, что сразу же здесь жить. Я думаю, что первый спасло. Ну а что касается жутенской фирмы Руктур... Сколько зверей поубивали. Он 12. Давай это за... Бильярдный стол стоимостью 35 тысяч долларов. Обратите внимание, Радзивилл и рогов не боялись. А наоборот, даже украшали ими свою мужскую залу. Ну что, ребята, как Радзивилла без золота. И не просто золото, а целый золотой зал. А пол восстановлен? Да, это вот задумка реставрации. Здесь еще раз у меня полосы денег, поэтому мы там уже не спрашиваемся. Все, папара. Ну что, завершаем нашу экскурсию и спускаемся по парадной лестнице, по которой гости поднимались. Вообще, это редко происходит. По ней стараются не ходить, потому что ее долго реставрировали, сняли 8 слоев. Вот. Вы здесь, если бы обратите свое внимание, на телеватые серые несутки, они полностью повторяют рисунок решетки 18-го столетия. А еще обратите свое внимание на желудистую плату, как заработан со сверху плана. Это, как не нахереная, нападение у них зарегистрировано, на ней заборужено. Вот это дело с 18-го столетия. И, несмотря на что, это действительно желудистая плату. Да? Да, да. Попробуем.